Итак, я начну с того, что напомню вам, о чем мы говорили в прошлый раз, и кое-что постараюсь прояснить немножко. В прошлый раз мы наконец-то закончили с протаголовским мифом и пересли к протаголовскому рассуждению. При этом, как вы помните, протагол довольно четко отделяет миф от рассуждения, оставляя между мифом и рассуждением огромную часть мифа, который на миф не походит ни одним местным. Второе, что мы могли отметить в прошлый раз, это тот факт, что когда Сократ говорит о толпе, о множестве, о гой-полой и о великих людях, о политиках, он говорит о политическом знании в случае толпы, политика технея, и политической добродетели в случае великих. Помните, да? Добродетель появляется только тогда, когда заходят разговоры великие. Протагол меняет эти вещи местами. Он говорит о политической добродетели в случае толпы и о политическом знании в случае сильнейших. Понятно почему. Потому что если бы для толпы существовало политическое знание, а для сильнейших – добродетели, протагол должен был бы учить кого тогда? Сильнейших. Толпу. Толпу. Но учить толпу бессмысленно, у нее нет денег. Поэтому протагол переворачивает все вверх дном. Ну, или, скажем так, показывает, что вообще-то Сократ не совсем прав. Более того, под политической добродетелью, в отличие от Сократа, который понимает под ней знание, как вы помните, протагол понимает базовые установки, базовые добродетели. Благочестие и выходящее из него справедливость и умеренность. И, напротив, понимает, что политическое знание связано со справедливостью, да, то есть связано с несправедливостью, связано с нечестием и связано с неумеренностью. Для простого народа примером являются боги. Причем не в поведении боги себя никак не ведут. Помните, ничего боги не делают в рассказе Протагора, а в установках богов, в их законах. Напротив, в случае общения с великими людьми, в случае воспитания будущих политиков, речь идет не об установках, а о чем? О поступках, правильно, о поведении только вот не богов, а кого? Других великих людей, да, 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 мужественных и законодателей. Да? Доблестных людей прошлого и великих законодателей прошлого. Таким образом, для политиков политическое знание оказывается связанным не со знанием законов, а со знанием примеров, с ориентацией на примеры. Наконец, мы должны немножко поговорить о позиции, на которую Сократ выводит Протагора, и Протагор не замечает, как именно это происходит, или нам пока кажется, что не замечает. А именно на представление о добродетели, как о выборе между добродетелью как частями золота и добродетелью как частями лица. Да, вы знаете, в чем проблема. Проблема решающая. Если добродетель, это похоже на счастье золота, то человек, владеющий одной добродетелью, владеет добродетелью как таковой. Да, а это значит, что если человек справедлив, или благочестив, или умерен, то он одновременно является и мужественным, и мудрым, и всем остальным. И тогда Протагор не нужен. И другая проблема. Если мы выбираем части лица и говорим, что одна добродетель не похожа на любую другую добродетель, тогда оказывается, что это не добродетель вовсе. Иными словами, что человек, не обладающий всеми добродетелями, недобродетелен. Но Протагор уже говорил нам, что человек умеренный может быть несправедливым. Помните, что будущие политики должны быть честолюбивыми. А честолюбие не связано с умеренностью, например. Да, является противопоставленным умеренности. Таким образом, ну и не говоря уже про то, что Протагор будет говорить, есть мужественные люди, которые не мудры и так далее. Ну, Протагор, например, мужественные у человека, которые не мудры. Тогда получается, что практически никто не добродетелен. И сделать человека добродетельным невозможно, потому что добродетели порой противонаправленные. И они уж точно не подразумевают друг друга в условном правильном порядке. То есть, одна влекущая за собой другую. Благочестие влечет за собой вмеренность. Умеренность влечет за собой справедливость. Справедливость влечет за собой мудрость и так далее и тому подобное. То есть Сократ фактически делает Протагора в первом случае, если добродетель золота, ненужным, потому что одной добродетели достаточно, чтобы владеть всеми, а во втором случае невозможным, потому что очевидно, что Протагор не может сделать человека добродетельным со всех точек зрения, из всех возможных пяти. Мы также замечали с вами, что Сократ убирает благочестие из списка добродетелей. Почему? Потому что благочестие здесь, как мы с вами говорили, это не то благочестие, о котором идет речь, скажем, в апологии Сократа. Это два разных слова, и я даже специально посмотрел, чтобы не быть голосовным, я скажу вам какие. В случае с обвинением Сократа речь идет об асэбэе и эусэбэе. Эусэбэе – благочестие, асэбэе – нечестие. В случае, когда Протагор произносит слово, которое у нас переводит как благочестие, речь идет о гусиос или гусион, и, соответственно, аносион, аносиос. Гусион – это следование закону Божьему или следование ритуалу. На полях я замечу, что в Евтифроне я тоже посмотрел речь, как раз идет о гусионе, а не эусэбэе. Но это мимоходом. Да, наконец мы узнаем, что Протагор использует благочестие в качестве проверки для своих учеников. Если ученик готов, помните эту идею, кто готов ее повторить? Если человек, если человек он готов, то задание Протагор столько, сколько он просит. Да, но не просто не готов, он заявляет, что Протагор столько не стоит. Протагор говорит ему с количеством и поклятся, что действительно так и есть. Если человек в Бога не верит, он, соответственно, пойдет, поклятся, что он... Да, 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 да. И тогда с ним можно работать. А если он набожный, он не может пойти поклятся. То есть он не верит, что Бога можно обманывать. И верит, что за обман Бога последует наказание божественное. Тогда он этого не сделает, и, соответственно, в ученике Протагора он не годится. Хорошо. Я коротко пересказал то, с чем мы имели дело в прошлый раз. Есть какие-то, появились ли какие-нибудь вопросы? Хорошо. Тогда мы продолжаем с того места, где остановились. А я на это сказал. Значит, ни одна из частей добродителей не совпадает ни с познанием, ни со справедливостью, ни с мужеством, ни с рассудительностью, ни с благочестием. Не совпадает, подтвердит Протагор. Так давай, сказал я, посмотрим, сообщат, кого каждый из этих частей. Сперва вот что. Справедливость есть нечто или это ничто. Мне кажется, она нечто. А тебе как? Итак, вот это нечто-ничто, это интересные вещи. Речь идет о том, является ли справедливость пустым понятием, то есть ничего не означающим, или означающим что-то. И заметьте, что Сократ диктует Протагор ответы. Мне кажется, она нечто. То есть Сократ ведет Протагора за собой. И мне тоже сказал Протагор. Ну, а если бы кто-то спросил у нас с тобой? Достаточно. И снова, смотрите, Протагор показывает, что он готов идти за Сократом. И Сократ объединяется с Протагором, создавая в классическом своем приеме безликого, безымянного третьего. Если кто-либо спросил нас с тобою. Скажите-ка мне, Протагора, Сократ, то, что вы сейчас назвали справедливостью, само по себе справедливо или несправедливо? Достаточно. Почему нужен третий? Потому что вопросы, которые Сократ собирается задать, они, ну, скажем так, заходят слишком далеко. Спрашивать, является ли справедлива, или справедливость, это очень странный вопрос и очень страшный вопрос. Потому что вполне может оказаться, что справедливость несправедлива. Ну, например, смотрите, что мы подразумеваем под справедливостью? Ну, в любом случае попробуем. Делать, отвечать, не делать добро, не делать зла врага. Наоборот, тогда, но это не, нет, нет, нет. Под справедливостью мы, например, можем понимать следование закона. Самый простой пример. Однако очевидно, что бывают несправедливые законы. И, следовательно, порой справедливость, следование законом может оказаться несправедливой, когда мы следуем несправедливым законам. Или, например, справедливо относиться ко всем одинаково. Ну, относиться как к равному. Однако, все люди могут не оказываться равными. И тогда справедливость окажется несправедливой. Потому что относиться равным к неравному несправедливо. Можно вопрос? Конечно. Получается, несправедливость может быть несправедливой? Конечно. Смотрите, относиться к неравным несправедливо является справедливостью. Конечно. Я не имею в виду, как несправедливость, допустим, с теми же законами. Если мы выставим несправедливо, то есть выставим законы, то мы выставим справедливо. Если законы несправедливы. Да, 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 конечно. То есть это классический вопрос, связанный с, ну давайте с примером хорошим, с нацизмом. То есть справедливый человек это тот, кто нарушает нацистские законы, или справедливый человек это тот, кто соблюдает нацистские законы. Если мы определяем законное как справедливое, то есть, видите, получается, что могут существовать уровни справедливых. Это очень страшный вопрос, потому что он подразумевает, что мы можем оценить законы города как несправедливые. Я возвращаю вас к апологии. Помните, Сократ говорит, что он готов подчинять в Критоне, что надо подчиняться всем законам, изданным городом, но в апологии он говорит, что если бы город издал закон, запрещающий философствовать, он бы этот закон нарушил. То есть, даже Сократ считает, что некоторые законы являются несправедливыми и справедливо их нарушать. Но Критон, он этого сказать не может и не говорит по понятным причинам. — Несправедливо ли устанавливать несправедливые законы? — Справедливо ли устанавливать несправедливые законы? — Если несправедливо, то и обращаясь в системе неизвестных законов, то тоже несправедливо. — Да, смотрите, несправедливые законы для равных, например, несправедливо устанавливать. Но несправедливые законы для неравных вполне себе. — Ну то есть, человек, который, допустим, человек, который устанавливает несправедливые законы, еще не значит, что поступает несправедливо? — Да. — То есть, он может поступать несправедливо? Да. Условный парламент принимает закон, по которому сын чиновника в звании министра может сбить старушку и не пострадать от этого. Этот закон является несправедливым. Так ведь? Но на самом деле является справедливым, потому что сын чиновника с точки зрения парламента находится в более высшем классе людей равных, чем старушка. Так как они со старушкой неравны, то насилие и несправедливость по отношению к старушке является справедливым. И закон, закрепляющий несправедливость по отношению к старушке является справедливым. — Успорный вопрос. Вы думаете, например, о полиции или о скорой помощи будет более видно, что распоряжение? — Нет, почему? Мы же говорим о классическом обществе. Смотрите, самурай имеет право опробовать новый меч на любом крестьянине. Если меч новый, он может зарубить любого, кто попадется ему на пути. Это несправедливо с нашей с вами точки зрения, но с точки зрения японского закона Сигуната это справедливо. Это справедливый закон. Потому что самурай не равен крестьянину. И, соответственно, несправедливое отношение самурая к крестьянину является справедливым. Точно так же и в нашей ситуации. Когда власти не подчиняются тем же законам, которые они устанавливают, это потому, что эти законы несправедливы по отношению к ним самим. И можно не подчиняться. Это страшные вопросы, которые автоматически подразумевают, что мы должны посмотреть все законы и подвергнуть телевизии понятие справедливости. То есть задать себе вопрос являются люди равными? Если являются, тогда справедливость будет справедливостью для всех. И подобные исключения, как сбивание старушек или анонимность для членов семьи, она должна быть элиминирована. Она является несправедливой. Но если мы подразумеваем, что люди неравны, тогда напротив. Любой закон, который касается всех, является несправедливым. Или одинаково относится ко всем, является несправедливым. Ну, скажем, давайте я приведу вам не негативный в ваших глазах пример, а позитивный. Например, закон, который бы говорил, что чиновник за преступление X должен нести большую ответственность и, соответственно, большее наказание, чем нечиновник. Банально потому, что он облечен властью. Если мы признаем, что у чиновника больше власти и, соответственно, больше возможности совершить преступление X и больше возможности совершить это преступление в больших масштабах, соответственно, он должен нести большее наказание по умолчанию. Но тогда мы признаем неравенство. А, кстати, спросите, у нас налог на всех один, глупо говоря, там 13%, да? Прогрессивная шкала вы имеете? Да, да, да. С одной стороны, налог на один, по сути, мы все как бы разную цену за этот класс, но налог на один, это не скрепило. Да, да, да. Я вижу, вы уже нашли более красивый пример, чем мой. Да, конечно. Некоторые страны вводят прогрессивную шкалу налогов. Чем больше вы зарабатываете, тем больше налоги, которые вы платите. Соответственно, это капиталистические страны, которые признали, что внутри капиталистических стран тот, кто обладает большим количеством денег, обладает большим количеством власти, значит, не равен тем, кто обладает меньшим количеством денег. про разную разницу сейчас говоришь. Ну, то есть, страны, которые за равенство, можно сказать, типа, они личность уважают этого, да, и типа, все равны, да, но когда мы начинаем говорить о богатстве, довольно сотрудничество. Нет, потому что, если это закон, то все равно должно быть, если есть равенство тех, то есть те платят одинаковые налоги, те одинаково подчиняются законом, и нет никакого... Ну, то есть... Смотрите, при капитализме, и это очевидно, тот, кто обладает большим количеством денег, обладает большим количеством власти. Это неравенство абсолютное. Да, эти страны признают существование такого рода неравенства и пытаются действовать соответственно. Значит, справедливый закон, это не тот, который требует от всех равного количества налога, а тот, который требует от тех, у кого больше власти, больше ответственности. Соответственно, устанавливает для них все больше и больше количества налога. Ну, уровень. Для этого все равно несправедливости. Почему? Нет. Если они считают, что они неравны всем остальным, то это справедливо, конечно. Хорошо. Именно из-за того, что вопрос сложный и вопрос, ну, мягко говоря, сомнительный для текущей публики, Сократ объединяется с протагоном и задает его с помощью третьей. Справедливость, следовательно, означает тоже, чтобы быть справедливым. Так отвечал бы я спрашивающим. И так ли бы ты ответил? Да. И протагон, опять же, следует за Сократом. Я бы подал голос за то, что так же. Я бы ответил ему, что оно справедливо. А ты за что бы подал голос? Так же. Итак, справедливость справедлива. Справедливость, следовательно, означает тоже, чтобы быть справедливым. Так отвечал бы я спрашивающему Да, как бы ты ответил Да, а если бы он затем спросил нас И утверждает ли вы, что существует Некое благочестие Что существует некое благочестие Вы бы ответили, думаю, я утвердительно И здесь уже Отвечает не за себя, а за Их обоих, чтобы Четко подчеркнуть, что, конечно, существует Некое благочестие Значит, вы утверждаете, что Она есть нечто Утвердительно мы бы ответили на это или нет Протоголь сказал, что утвердительно Заметьте Это первый раз, когда Сократ срезает речь Протогола Сократ не говорит Товарищу, что именно Ответил Протоголь Главное, что он ответил утвердительно Почему? Потому что на самом деле Протоголь мог Во-первых, а, дать опять длинную речь Б, мог сказать Что мог ответить утвердительно, но с С квалификациями Типа Да, конечно, но Товарищу не надо об этом Знать с точки зрения Сократа Товарищ должен быть уверен Что Протоголь и Сократ Оба благочестивы Потому что товарищ не входит И максимально далек От философии и софистики А здесь Сократ спрашивает Надо смотреть обе текста Но, по-моему, тут все время Все время русила Да, да Как следование Затвала А какое природа По-нашему Это нечто То же это, чтобы быть Нечестивым Или то же, чтобы быть Благочестивым Я-то возникновала На такой вопрос И ответила бы Тише ты Тут есть какие-то ремарки Человечие Человечие Нормально, нормально Что еще может быть Благочестивым Если не благочестивым Само благочестие А ты как? Не то же самое Ты отвечал бы? Конечно, тоже Достаточно Сократ выступает Против Протогора Что говорил Протогор? Что справедливость Благочестие И умеренность Являются искусственными А значит Могут быть какими угодно Сократ говорит О какой природе Иными словами Да, справедливое И благочестивое То, что считается Справедливым и благочестивым В каждом обществе Разное Но ни одно общество Не существует Без справедливости И без благочестия А это значит Что они Не конвенциональны Они естественны Их наполнение Является конвенциональным Но само Их существование Является естественным И Протогор не замечает Этой проблемы И соглашается Мы уже говорили О справедливости Вы можете подумать О благочестии Может ли благочестивый Поступок Быть нечестивым И наоборот Нечестивый поступок Быть благочестивым Ну конечно Ну конечно Может быть Если мы будем Про защитие Которые В ритуалы То есть Ну Например Ну а с каких Позиций То есть Если как бы На своем Вече Сил И Ну Возвращаться Нет У нас не было Мы только что обсуждали Как справедливые Поставки Могут быть Несправедливыми И наоборот Можно Например Что Допустим Виртуал Заставляет Убить Козочку Если Например Люди Делать Это Смешно Чистить Ну Козочку Ну Козочку Ну Надо подумать Про козочку Надо подумать Ну Здесь же Я имею в виду Случай Как бы Это С фантасти Ну С каких Ну Допустим Не знаю Пестовый поход Ну Это далеко Хорошим Примерно Далеко Да Да Бесловно Свечи Хранит Ну Как бы С их стороны Это Вычастило Потому что Они Рассматривают Это Как Добровольное Пожертвование Ага Но С нашей точки Вернии Мы же понимаем Что Отрековать Хранит Нельзя Ага Ага Да Я понял Вас Вы говорите О том Что Мы По-разному Должны Тогда Понимать Благочестие Можно Понимать Его Как след Миртуал А можно Понимать Как верим Набожность И тогда Получится Что ритуал И набожность Не совпадают Ритуал Ритуал Ну смотрите Ерочайший Пример Ритуал Может совершать Человек Который Абсолютно Неверит Ни в каких Богов То есть Благочестивый Поступок Оказывается Нечестивым Нет Почему Он специально Это делает Но не верит Ни в каких Богов Да Да То есть Это Благочестивый Поступок Оказывается Нечестивым Или наоборот. Давайте попробуем. Нечестивый поступок может оказаться благочестивым? Боих не. Ну, предположим, не знаю, какой-нибудь жрец нарушает ритуал и убивает, что будет волноваться. Убийство жреца является нечестивым? Да, да, хорошо, хорошо. Хорошо. Технист. С точки зрения ритуала она нечестивая, с точки зрения происходящего, с точки зрения богов она благочестива. И в Тифрон, помните, какой поступок совершает? Отца? Да, да. Он пытается засудить отца. Как бы он поступает абсолютно нечестивым в рамках абсолютного благочестия. Ну, хорошо. А если бы затем спрашивающий нас сказал, а как же вы только что говорили? Или я вас неверно расслышал? Мне казалось, вы сказали, что часть эти братители находятся в таком отношении между собой, что ни одна из них не похожа на друг друга. Я бы ему на это сказала. В общем-то, верно расслышал. Но если ты полагаешь, что ты я и это говори, то ты ослышался. Ведь это были ответы его, Протагора. А я только спрашивал. Если же он сказал бы, правда ли, говорит Сократ, ты, Протагор, считаю, что ни одна из частей добродетелей не походит на другую, двое утверждение. Что бы ты ему на это ответил? В неволе бы с ним согласился Сократ, сказал Протагор. Вот тут Сократ и Протагор расходятся. Сократ не согласен, Протагор согласен. К чему подводит Сократ? К тому, о чём говорит сам Протагор, о том, что благочестие может быть несправедливым, а несправедливость может быть благочестивым. Или наоборот, прошу прощения, несправедливость, не благочестивость. Я думаю, примеров уже приводить не надо, всё довольно просто и понятно. То есть они, справедливость и благочестие могут расходиться между собой. Справедливость будет требовать одного, благочестие другого. Но, например, как в случае с Евтефроном, благочестие требует засудить отца, справедливость говорит, что судить отца нельзя. А что же Протагор, не подтвердив это, ответили бы ему, если бы он нас нам спросил? Следовательно, благочестие – это не то же самое, чтобы быть справедливым. Несправедливость. Но то же самое, чтобы быть благочестивым. Напротив, это означает не быть благочестивым. А благочестие – значит не быть справедливым. Сванедик, это простая диалектика. Если две вещи не совпадают, значит они противоположны. Ну, если не белое, то черное. Если не А, то не А. Помните основу логики? Соответственно, если благочестие и справедливость не совпадают, значит справедливость не благочестива. Это очевидно. А благочестие несправедливо. И только так. Смотрите, если они совпадают, то благочестие должно быть справедливым, а справедливость – благочестивой. Если они не совпадают, то благочестие оказывается несправедливо, а справедливость – неблагочестива. Это семантические круги могут совпадать. То, что понятие в себя включаем. То, что попадает в категорию, здесь нет. То есть, какой-то поступок может одновременно быть и справедливым, и благочестивым. Но справедливость не есть благочестие. А благочестие не есть справедливость. И по закону исключенного третьего, следовательно, справедливость есть неблагочестие, а благочестие есть несправедливость. Значит, например, зеленое и красное не противоположное? Диалектика говорит, что да. Вот именно. Я рад, что вы уже понимаете, что что-то здесь нечисто. Я говорил вам в прошлый раз, забегая вперед, что Сократ окажется недовольным ни длинными речами, ни интерпретацией поэзии в качестве методов обучения. Почему? Потому что ими слишком легко манипулировать. Но диалектика тоже оказывается неудовлетворительным методом обучения, именно потому, что ей манипулировать еще легче. Вы же видите, что протокол соглашается с теми вещами, полной противоположности которых он только что заявил сам. Именно потому, что вследствие экономических вопросов, он не успевает обдумать их. Именно поэтому он окажется недоволен и снова начнет отвечать длинными речами. Ну и вы помните этот конфликт в теологии. Какие методы у нас остаются? У нас остается маэфтика и ирония. Маэфтика и диалектика связаны напрямую. Вы видите, как Сократ выводит протокол на то, что ему нужно. Но то, что ему нужно, не всегда получается. Маэфтика не всегда работает. И, следовательно, маэфтика тоже неудовлетворительный метод обучения. Остается только ирония. Но мы увидим, что, о чем я говорил вам в прошлый раз, Сократ использует иронию и открыто говорит об этом товарищу только для того, чтобы потянуть время. А это значит, что ирония это вообще не метод обучения. Таким образом, Сократ не удовлетворен ни одним из существующих методов обучения. И понятно, почему. Чему обучают? В принципе. Что дает вам учение? Знание, конечно, но если знание недоступно, ни один из методов обучения не может быть удовлетворительным, потому что ни один из них не ведет к знанию. Мы помним с вами, что, когда мы говорим, что знание не существует, мы утрируем в том смысле, что знание может быть недоступно. Но тогда знание, несуществующее и знание недоступное, это одно и то же. То есть мы следуем принципу бритвы Акама и не множим сущностей без необходимости. Если вы не можете почувствовать что-то, то есть увидеть, услышать, попробовать на вкус и потрогать, следовательно, существованием этого нечто можно принимать. Хорошо. Что на это ему ответить? Я-то сам за себя ответил бы, что история двигалась благочестива и благочестия справедливость. Ага, Сократ избегает этой проблемы. Он уверен, что все добродетели совпадают. То есть, заметьте, что если бы протагор ответил иначе, а именно, что все добродетели похожи как части золота между собой, чего он не может сделать по уже описанным причинам, что бы тогда сделал Сократ? Тогда, наверное, доказал, что мы не видим? Нет, 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 нет. В рамках диалектики мыслите. Тогда бы Сократ стал доказывать, что они как части лица не походят одна над другую, и, соответственно, надо обладать всеми, чтобы быть добродетельным человеком. А тогда бы все равно доказал бы протагор, что тут ничего не понимают. Но по понятным причинам. Если знание недоступно, значит, любая точка зрения может быть опровергнута. Диалектика подразумевает, что точка зрения всего две. Сократ предлагает ему на выбор, словно Морфеус, две таблетки, но они обе красные. Что бы протагор не выбрал, он все равно кажется в ловушке. Протагор выбирает, как великому сердцу, и он оказывается в ловушке. Но это не значит, что он мог бы спастись. А можно Морфеус? Конечно. А собраться, он считает, что знание нет, поэтому не может придерживаться ни одной из этих двух. Нет, придерживаться можно любой. В том-то и дело. И опровергнуть можно любой. Все зависит от того, с кем вы разговариваете, при каких обстоятельствах. Как можно придерживаться точки зрения, если ты сам знаешь, как ее опровергнуть? Да, именно поэтому точка зрения является вопросом сугубо техническим. В какой находитесь вы ситуации, и куда вы движетесь, какая у вас цель? В современной науке это называется критика. Критик может критиковать все, что угодно. Но у критика нет собственной позиции, он не занимает собственной позиции. Да, Сократ делает вид, что занимает какую-то. Мы же знаем, что никакую не занимает. Он и не может занимать никакой, потому что он знает только то, что ничего не знает. То есть знает только то, что знания недоступны. Да, да, да. Но только у адвоката цель защитить обвиняемого, а у Сократа цель другая. И эта цель все время в каждом диалоге своя. Хотя, как вы помните, какие-то диалоги могут быть объединены даже целью. Ну, как протоколы, отвалки, виады и пилы. Из-за тебя, если ты мне позволишь, я ответил бы точно так же. Что справедливости и благочестия либо одно и то же, либо они весьма подобны друг другу. Справедливость, как ничто другое, бывает подобно благочестию. А благочестие справедливость. Достаточно Сократ и в этот раз говорит протоколу, какой правильный ответ. Да и за тебя, если ты мне позволишь, я ответил бы точно так же. То есть все, что до этого навалил протоколу, обнуляется точкой зрения Сократа. И Сократ, как мудрый человек протоколу, как мудрому человеку, как бы говорит, я лучше знаю, следуй за мной. Смотри же, запрещаешь ли ты мне ему так ответить? Или ты с этим согласен? И снова, что Сократ ставит перед протоколом? Выбор, идти или не идти. То есть докажи, что ты владеешь эвгулией, которой ты учишь. И протокол, естественно, выбирает неверную. Почему? Потому что правильного ответа нет. Выбрать правильный нельзя. Он может либо последовать за Сократом, но тогда происходит что? Он признает авторитет Сократа. Либо попытаться сопротивляться. Но тогда происходит то, что происходит в диалоге. И так, протокол и Сократ расходятся. Мне кажется, Сократ сказал протокол. Нельзя так просто допустить, что справедливость совпадает с благочестием. И благочестие со справедливостью. Я думаю, что здесь есть некая отличие. Остановимся. Позднее в диалоге, конечно же, протокол признает, что справедливость, благочестие и умеренность, если не совпадают, то, как говорит Сократ, весьма подобны друг другу. И тогда Сократ задаст решающего вопроса, а как же мужество? И протокол вынужден будет сказать, что нет. Мужество не совпадает с ними ни при каких обстоятельствах. Впрочем, это не важно. Если тебе угодно, пусть будет у нас и справедливость, и благочестие справедливость. Протокол разумный человек, он пытается спастись. То есть, не важно, что я думаю, давай вместе с тобой представим, что справедливость благочестива, а благочестие справедлива. Но... Но уж нет, сказал я. Мне вовсе нет нужды разбираться в этих, если тебе угодно, и если ты так думаешь. Давай просто говорить, я думаю, и ты думаешь. Я говорю в том смысле, что если отбросить всякое «если», можно лучше всего разобраться в нашем вопросе. Сократ согласен, что нужно разойтись. Он отходит от прошлой тактики, давай мы с тобой. Он говорит, нет, теперь я думаю, ты думаешь, и мы думаем разное. Он требует, чтобы протокол открылся. Нам кажется, он делает это ради Гиппократа. Но мы уже знаем, что это не так. А если протокол сказал, не стал бы как-то спорить с Сократом, он сказал бы ему, что он просибуджим говорил, что ты пользуешься нечисто, не медленно. Просимаха. А, Кисимах. Просимах. Да. Внутри через Сосимаха и Кильтабула. Да, да. Он мог бы спастись, да? Нет, он не мог бы спастись, потому что тогда он последовал бы во всем за Сократом. И признал бы авторитет Сократа. А он, как я вам напоминаю, ну, Сократ говорит, ты ответишь так же, как и я, и пойдешь за мной, или ты... Он просто сказал то, что типа, чуть-чуть, ну, я же верю, что ты пытаешься меня поймать. А, если бы он пытался... Протокол только что ранее сказал, что мудрые – это отдельная категория людей, которые должны действовать заодно. Они не могут действовать друг против друга. Я просто скажу. Нет, он абсолютно правильно это понимает. Но другое дело, что Сократ считает, что он ни одним местом не мудрый. Почему? Потому что сам Сократ считает, что он тоже не мудрый. Помните, апологи его. Протокол пытается как-то закончить уже этот разговор? Еще пока нет. Еще пока нет. Нет, еще пока нет. Когда он будет пытаться убежать... А, нет, Протокол пытается не закончить этот разговор, а Протокол пытается уйти в, так сказать, теоретику. То есть давай представим, что они совпадают, и подумаем, какие выводы из этого можно извлечь. Но у Сократа не эта цель. Сократа не интересует, совпадает ли справедливость и благочестие, или не совпадают. Сократа не интересует тот маленький вопрос, который он задает Протоколу в конце его речи. Сократа интересует совершенно другие вещи, потому что Сократ следует за своей целью. То есть то, что он декларирует Протоколу... Помните, у меня одна маленькая проблемка. Вот если ты разнесешь, я вообще откину, пойду домой. Нет, ничего подобного. Одна посказала Протоколу справедливость в чем-то подобно благочестию. Все подобно всему в каком-то отношении. Ну и правда. Яблоко чем-то походит на писем. Но, например, и то, и другое фрукты. То есть попадает в одну категорию. Ель чем-то похожа на белку. Ну, например, они оба являются представителями биологической жизни. Такой запек тоже похож на писем? Вот это сложный вопрос. Может быть, похож, если оранжевый грузовик. А не оранжевый грузовик? Не оранжевый грузовик. Похож ли не оранжевый грузовик на пельсин? Он состоит из атома. Да, смотрите-ка. И то, и другое состоит из атома. Видите, как просто и понятно. Или и то, и другое подчиняется законам тюрьму. Или и то, и другое как дольки. То есть вот как грузовик можно разобрать на колесу. Имеет части, да, да, да. Состоит из частей. Видите, все может быть Подобно чему-то другому Все может попадать в одну и ту же категорию И протокол пытается уйти Из чистой логики Да, действительно, в каком-то отношении Справедливости и благочестия могут проходить Взду на другую Даже белое в чем-то подобном Черному Одно и то же цвет Другое, как это называется Упругость Плотность, плотность Хороший ответ Итак, все остальные вещи Совершенно противоположны друг другу Справедливости и благочестия Противоположны друг другу Но попадают в одну и ту же категорию Нравственных качеств чего-то Почему нет? И то, чему мы с тобой тогда приписывали Различные назначения Подтверждая, что одно из них не таково, как другое Я имею в виду части лица И эти части в каком-то отношении Подобны на другой И чем-то одно на другую похожее Ну, естественно, они все являются частями лица Так что таким способом На этих примерах Ты мог бы доказать, если бы захотел Что все подобно одному А что все подобно одно другому Но мы не вправе называть вещи подобными Если имеется лишь частичное подобие Иными словами, если... Что значит мы не вправе называть вещи, если имеется лишь частичное подобие Несправедливо называть вещи одинаковыми, если они имеют лишь частичное подобие Смотрите, протагор говорит, что Сократ несправедлив И наоборот, протагор справедлив Отделяя справедливости и благочестия Протагор оказывается справедлив И наоборот, соединяя справедливости и благочестие Сократ оказывается несправедлив Решающий вопрос здесь Даже не то, что эти двое говорят А то, совпадает ли справедливость с благочестием, совпадает ли справедливость с мудростью. Как мы видим, мудрый Сократ как раз-таки несправедлив. Он несправедливо себя ведет. Даже не то, что он ведет, а то, как он себя ведет. И мы увидим позднее, помните, забегая вперед, Сократ запрещает протагону произносить длинные речи. Что он делает после этого? Произносит самую длинную речь в теологии. Сократ запрещает протагону анализировать поэзию, говоря, что поэзия – это для тех, кто не может думать своим умом. Что он делает после этого? Дважды цитирует Гумера. Это же абсолютно несправедливые поступки. Он запрещает другому то, что делает сам. Говорит, что это для дураков, а потом сам же цитирует поэтов и так далее. Но при этом эти несправедливые действия совершаются им внутри концепции справедливости. Внутри концепции мудрости, прошу прощения. Конечно. И называть их неподобными, если есть только частичное несходство. Пусть даже сходство их будет очень незначительным. Протагон говорит, что справедливость может существовать без благочестия, и наоборот, благочестие может существовать без справедливости. То есть он уходит от противопоставления. Смотрите, сократ говорит, если не А, то не А. То есть если мы говорим благочестие, то оно окажется несправедливым. Если мы говорим справедливость, то оно окажется неблагочестивым. То есть такое питание или это не так. Вещи могут быть вообще не связаны между собой. Поэтому если мы говорим благочестие, справедливо оно или нет, это отдельный вопрос. Может оказаться да, может оказаться нет. И если мы говорим справедливость, это не значит, что она неблагочестивая. Это значит, что она может быть благочестивой. Я удивился и сказал протаголу. Разве по твоему справедливости благочестия находятся в таком отношении друг к другу, что в них имеется лишь незначительное схожество? Смотрите внимательно. Сократ показывает товарищу, что он уверен, что все добродетели являются одним и тем же. Что владея одной, человек владеет всеми. Хотя это еще не доказано в диалоге. Почему так? Первое. Тем самым Сократ выдает свою точку зрения, которую он будет доказывать далее товарищу. И второе. Товарищ уже развращен. Помните, он уже думает, что красота и мудрость это одно и то же. И соответственно, почему бы тогда ему не думать, что красота, благочестие, справедливость, умеренность, мужество и мудрость это все одно и то же. А он думает, что красота какая? А уже не делается. Он уже настолько развращен, что не делает разницы. Вернее сказать, ведь речь не так о какой красотелке, Виада. Конечно. Сократ говорит, нет, его затмил красотой другой человек, мудрый. Как говорит друг другу? Товарищ. Товарищ, может, на планах что-то Сократа, если Сократ решит красиво. Сократ мудрый? Да, Сократ мудрый. А, все это в своем расходе. Да. Получается, что Сократ изначально сказал, что красота и мудрость это одно и то же, специально чтобы привести к этому? Платон показывает нам, что друг уже развращен, а значит, такую точку зрения, когда Сократ высказывает, да, друг ее может принять. Было бы странно, если бы Сократ другу, который уже согласился, что все добродетели одно и то же, в разговоре с протагоном доказывал бы, что все добродетели это разные вещи. То есть, Сократ объединяет себя и друга, афинский полис и философа против софиста. Софист возвращает молодежь, говоря ужасные вещи, что добродетели не совпадают, что справедливый человек не обязательно благочестивый, а благочестивый не обязательно справедливый, и умеренный не обязательно справедливый и благочестивый, ну и так далее, и так далее. Сократ уверен, нет, вместе с товарищем и с городом благочестие и есть справедливость, справедливость и есть умеренность, а вместе они и есть мудрость, и красота, и мужество. Хорошо. Разве по твоему справедливости благочестия находятся в таком отношении друг к другу, что в них имеется лишь незначительное сходство? Не совсем так отвечал Петагор, однако и не так, как ты, кажется, думаешь. Ладно, сказал я, раз ты в этом, как мне кажется, затроняешься, оставим это и рассмотрим другое твое высказывание. Называешь ли ты что-нибудь безрассудство? Достаточно. Сократ понимает, что Петагору не нравится эта тема. Он осторожен и сам понимает, что, сам Петагор понимает, что он высказывает ненормальную точку зрения, не общепринятую точку зрения. Он пытается срезать углы, и Сократ ему помогает. Сократ уходит от отождествления справедливости и благочестия и переходит к следующему отождествлению. Отождествлению мудрости и умеренности. Так, а Петагор не боится высказываться? Да, но здесь же Лябов и Сократ, и Сократ ведет его потихонечку. То есть Петагор не боится высказаться, что он софист. Но есть взгляды, которые не стоит высказывать в публичном разговоре. И опять же, если бы этот разговор был приватным, чего бы Петагору бояться? Но он сам выбрал неправильный ответ. В том смысле, что он сам выбрал публичную речь. Петагор не владеет Эвмулией. Проблема здесь в следующем. Смотрите, Сократ говорит, благочестие и справедливость одно и то же. Петагор говорит, нет, не одно и то же. Сократ говорит, подожди. Либо они противостоят друг другу, но тогда оказывается диалектическое, что справедливость неблагочестива, а благочестие несправедливо. Петагор говорит, нет, это неправильно. Это разные категории вещей. Справедливый поступок может быть благочестивым, может быть неблагочестивым. благочестивым. Благочестивый может быть справедливым, может быть не справедливым. Сократу нечего ответить. Сократ сворачивает тему и переходит в следующий. Давай попробуем отождествить мудрость и умеренность. Заметьте, он отождествляет их парами, не отождествляя их целиком. Первая пара справедливость. Да, да, да. Справедливость, но скажем так, она остается незавершенной. Я понимаю, что она, ну, не расстава, чем он да, протагон не движется в нужную сторону. И протагону не нравятся текущие разговоры, и Сократу немножко не нравятся текущие разговоры. Поэтому Сократ меняет тему. Итак, называешь ли ты что-нибудь? Безрассудство. Да, называю. Неполная ли ему противоположность мудрость? По-моему, так. Когда люди действуют правильно и с пользой, тогда они в своих действиях обнаруживают рассудительность. Или, может быть, наоборот. Нет, в этом сказывается их рассудительность. Но рассудительность и умедленность, конечно, здесь умедленность. Иначе никак. А, еще вопрос. Сократ же, получается, даже когда мы по всей справедливости благочистики, которые он откинул, он все равно в какой-то степени, ну, можно сказать, ранилирует. На протокол он же говорит, как мне кажется, ты не раздругняешься. Сократ показывает и нам, и товарищу, что точка зрения, я удивился протоколу, Сократ показывает и нам, и товарищу, что точка зрения, которую не сказывает протокол, является некрознациональной. И дальнейшее исследование является неприемлемым в данном случае, и надо двигаться дальше. Я не то, чтобы вижу здесь иронию, честно говоря. Надо отдельно над этим подумать. Давайте так. Сократ скажет, когда он будет применять иронию. Нет, в этом сказывается их... Итак, польза действует справедливо, но правильно и с пользой, значит, действует умеренно. Умеренность и правильное с пользой действия является одним и тем же, одинаковым. Они поступают умеренно благодаря рассудительности. Угу. Они поступают у судительного, благодаря рассудительности. То есть они поступают умеренно, благодаря умеренности. Но вы помните раньше, справедливый поступок справедлив, да? Несомненно. А те, кто действует неправильно, поступают безрассудно. Ну, или неумеренно. И в этих своих действиях не обнаруживают рассудительность. Умеренность. Да, давайте сразу заменяйте, чтобы нам было проще. Мне тоже так кажется. Значит, неумеренные поступки противоречат умеренно? Умеренности. Угу. Да. Неумеренные поступки совершаются по неумеренности, а умеренные благодаря умеренности. Согласен. Стало быть, если что совершается силой, это будет исполнено силой. Заметьте, что справедливый поступок и благочестивый поступок очевидно умеренный поступок. И таким образом справедливость и благочестие оказываются формами умеренности. и... Ну, хорошо, давайте дальше. Стало быть, если что совершается силой, это будет исполнено силой. Если что совершается быстро и медленно. Если что совершается быстро, это будет исполнено... Скоростью. Скоростью. А медленное действие? А медленное действие это... Ну, а медлительность. Медлительность. Видимо так. Видимо так. Лечь идет о первом определении умеренности, которое попадается нам в Хармиде. Действовать медленно. Умеренность – это медленное, неторопливое действие. Если действует... А то есть, на протеи умеренности? Конечно, нет. Внутри диалога этого нет. Но вы же знаете, сколько идей даже, что нет, конечно. Если действует быстро, то это быстрый поступок. А если медленный – медленный. Да. Если что совершается одинаковым образом, то значит, совершается по одной и той же причине. А противоположным образом, то по противоположной причине. Протогольс согласится. И снова, Сократ не говорит нам, что он выдвигает против или какие квалификации дает. Он соглашается. Скажи-ка мне, пожалуйста, продолжал я. Бывает ли что-нибудь прекрасное? Протогор допустил, что бывает. И снова, видите, Протогор уже насторожен. Он говорит что-то другое. Но Сократ отпускает его речь. Существует ли на его противоположность, кроме безобразного? Нет. Дальше. Бывает ли что-нибудь хорошим? Бывает. Существует ли на его противоположность, кроме плохого? Нет. Пойдем еще дальше. Бывает ли звук высоким? Да. Но ему нет ведь другой противоположности, кроме низкого звука? Нет. Не значит ли это, сказал я, что каждой вещи противоположно только одно, а не многое? Протогор согласился. И снова, да. Он просто очень часто рассказывает в принципе диалог. Какой именно? То, что Сократ или подобные цепи вопросов будет именно к этому приводу. Какому? Потому что одному 論у противоположность? Ну, это диалектика, диалектика, она так и работает. Не в смысле диалектика как метод, а в смысле диалектика как противопоставление одной вещи к другой. То есть, если А, если не А, то не А. Ну, или иными словами, либо А, либо не А. И, соответственно, если не А, значит не А. И если не А, значит не А. А если А, значит А. Ну, то есть, это первое, чем вас учат все логистики А равно А Так давай же, сказал я Подведем итог тому, в чем мы согласились Согласны мы, что одному противоположно только одно И не больше Итак, одному может быть противоположно только что-то одно Сейчас Сократ совершит логическую ошибку Ну, или софизм И заставит протоколы признать Что умеренности противостоит безрассудство Ну, то есть, неумеренность И что мудрости противостоит безрассудство То есть, неумеренность Если у них один и тот же отрицательный полюс Значит, и положительный полюс тоже один и тот же Таким образом, мудрость и умеренность – это одно и то же Логическая ошибка? Да, да, несомненно Как вы помните, у Аристотеля-то между полюсами находится Среднее значение И среднее значение противоположно что одному полюсу, что другому Более того, это, конечно, игра в слова Потому что умеренности противоположна неумеренность Но мудрости противоположна не неумеренность Мудрости противоположна глупость А неумеренность и глупость – это не всегда совпадающие категории Ну, таким образом, мы видим, что внутри этого разговора диалектического Появляются ошибки, что диалектики не достаточно А – это то, что мы видим А и Б Мы видим, что друг, то есть товарищ Не настолько хорошо образован, чтобы замечать эти ошибки А – товарищи не нужен? И почему вам тогда тоже? Никто не… Хороший вопрос Почему вообще тролик? Смотрите, это хороший вопрос Но ответа на него нет Потому что этот диалог рассказан Сократом И мы не знаем Товарищ не знает, как на самом деле шел этот диалог Он знает только то, что говорит ему Сократ Но если Сократ добился своей цели, значит, диалог не может быть? Не обязательно Не обязательно Диалог мог идти как угодно Значит, в принципе, Сократ даже мог проиграть в протокол Но он уже все равно с ним Если Сократ достиг своей цели, да Этот разговор мог быть 10-минутным Он длится всю ночь Там могли подниматься другие темы Он мог идти совершенно иначе Сократ указывает нам даже, где он шел иначе Где он говорит, что Татагор согласился, хотя не хотя Это значит, что там была еще целая секция диалогов Который говорит «да, но» И Сократ говорит «не-не-не, давай обсудим это «но» Или там слежем это «но» И пытается его убедить, что надо ответить «да» Товарищ, на которого и направлен пересказ этого диалога Ничего не понимает в философии И потому такие логические ошибки Для него являются незаметными, допустимыми Но для нас с вами они являются недопустимыми И значит, для нас с вами все эти ошибки – это повод подумать То есть повод самим предложить решение, которое не было предложено внутри диалога А предложить понимать или нет? Сократ описывает так, что не понимает Но цель Сократа – очернить протагона в разрахтовалище И отделить протагона, то есть софиста, от себя, философа Так давай же, сказал я, подведем итог тому, в чем мы согласились Согласны мы, что одному противоположно только одно и не больше Да, мы согласны, что совершенно противоположным образом совершается по противоположной причине А согласны мы, что все неумеренные поступки противоположны умеренным Да. И что умеренные поступки совершаются благодаря умеренности, неумеренной по неумеренности. Протогор допустил и это. И снова протогор не согласен. И что противоположно по образу действия, то оно противоположно и по своей причине. Да. Делается же кое-что рассудительно, умеренно, а кое-что неумеренно. Да. То есть противоположным образом, конечно. Конечно. Значит, на противоположных основаниях. Да. То есть неумеренные поступки не могут быть результатом умеренности. Помните, мы с вами говорили, что несправедливые поступки могут быть результатом справедливости. И наоборот. Теперь же заклад заставляет признать протогор, что такого быть не может. Неумеренные поступки всегда являются проявлением неумеренности. Точно так же, как разумные поступки всегда проявляются производным от мудрости. Но это не так. Протогор только что говорил, что это не так. Но диалектика не... Заметьте, диалектика и лакуны в диалоге, которых мы уже насчитали более чем достаточно, заставляют протогора признать, что это так. Следовательно, неумеренность в противоположной мудрости. Очевидно. А помнишь ведь раньше, что мы согласились, что неумеренность в противоположной мудрости? Протогор подтвердил. Протогор снова не соглашается, но иначе не может быть. И что одно бывает противоположное только одному. Да, я это утверждаю. От какого же из этих двух утверждений нам отказаться, протогор? От того ли, что одному противоположное только одно, или от того, которое гласит, что мудрость есть ничто иное, чем рассудительность? Между тем, как и то, и другое, части добродетели, хотя и разные. Они не похожи друг на друга, а назначения их различны. Все равно, как и части лица. Так от чего же мы откажемся? Ведь оба этих утверждений вместе взятые звучат не слишком складно. Они не ладят и не соглашаются между собой. Да и как им ладить, если необходимо, чтобы одному было противопоставлено только одно, и не больше. А вот оказывается, что одному только неумеренности противоположны и мудрость, и умеренность. Так ли, Протогор, или нет? Протогор согласился, хотя и не очень охотный. Да, доказательства Сократа никакие не доказательства. Все это софистика. И Протогор, как софист, это знает. Но Сократ заставляет Протогора согласиться, хотя и не очень охотно. То есть с помощью новой лаконы. Стоп, а чем это заставляет согласиться, если назначение за то вопросов у меня, у меня ответы? С тем, что теперь из-за того, что Протогор выбрал неверный ответ, они пришли к логическому противоречию. Протогор сказал, что добродетели как части лица, они походят одна на другую. А теперь Сократ со второй попытки, не с первой, со второй, заставил Протогора согласиться, что рассудительность, то есть умеренность и мудрость, это одно и то же. То есть, что как минимум две из четырех добродетелей, из пяти, прошу прощения, что, по крайней мере, две из этих пяти добродетелей совпадают, и значит, ответ Протогора добродетелей как части лица не работает. Хорошо. И снова Сократ указывает, что Протогор понимает, что что-то пошло не так. И ему это очень не нравится. Не получится ли, что умиренность и мудрость – это одно и то же. Ведь и раньше у нас оказалось, что справедливость и благочестие почти то же самое. Мы не будем умирать, Протогор, а давай разберемся. И в остальном. Ведь ты не думаешь, что человек, творящий неправду, поступает так, поступает согласно нервности или рассудке? Что человек, творящий несправедливость, поступает согласно рассудку? Поступает мудрость? Сыртно было мне Сократ сказал Протогор. Признайте это, хотя многие люди это и утверждают. Но ты к ним обращаешь мою речь. Заметьте, итак, первое, Протогор не утверждает и не отрицает совпадение мудрости и умеренности. И второе, это первый раз, когда Сократ пристыдил Протогора. Стыдно было бы мне сказать, Сократ, такое, а именно, что разумный поступок может быть несправедливым. Мудрый поступок может быть несправедливым. Хотя многие люди это и утверждают. Но Токтор говорит, что свою точку зрения рассказывать не будет. Ее стыдно высказать. И прикрывается какими-то непонятными людьми. Но некоторые люди так говорят. Но ты к ним не обращаешь свою речь или к тебе? Если тебе угодно, сперва разбери это утверждение многих. Причем это не некоторые люди говорят, а многие люди говорят, все тоже ходит поучи. То есть многие считают, что мудрые и несправедливые поступки совпадают. Ну, например, какой мудрый поступок является одновременно несправедливым? Обмануть просто как. Это умно? Умно. Несправедливо? Несправедливо. И толпа действительно в это верит. Как и Протагор. А Протагор не признается. Если бы только ты мне отвечал, а твое ли это мнение или нет, не важно. И Сократ говорит нам интересную вещь. Что проверка Протагора на правдивость или уживость не касается утверждений Протагора вообще. Неважно, что Протагор будет говорить. Потому что Сократ пришел сюда не выискивать точку зрения Протагора или опровергать ее. Сократ пришел сюда с целью охоты. А Протагор – это как бы невинная приманка или невинная жертва. Это охота. Для меня самое главное – исследование вопроса. Хотя может случиться, что при этом исследуем и того, кто спрашивает, то есть меня самого, и того, кто отвечает. Протагор сперва стал бы ломаться перед нами, не ссылаясь на то, что вопрос труден. Вот. Вот здесь Протагор понимает, что что-то пошло не так окончательно. Сократ предлагает Протагору выбор. Либо ты защищаешь точку зрения свою, которую ты отказывался высказать, либо ты защищаешь точку зрения большинства. Но эта точка зрения большинства, которую ты высказал, является вообще-то неприятной и антидобродетельной. Согласно, напоминаю точку зрения, согласно которой мудрость противостоит справедливости. Сократ же с помощью геометрики показывает, что существует только две точки зрения. Две противоположные... В смысле две точки зрения? Да, 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 да. А и Б. Закон оттеняет одно. А у Протагора, получается, есть тоже два варианта. Либо отстаивать свою настоящую, либо большинство, либо многих. Нет, он же согласен с этими многими. Стыдно сказать, что это так. Он не говорит, что это не так. То есть, смотрите, он мог бы сказать, конечно, Сократ, это не так. Но тогда получилось бы, что он идет за Сократом. И признает авторитет Сократа. С другой стороны, признать свою настоящую точку зрения он не может. Она постыдна. Ему стыдно. Сократ ловит его на этом. Поэтому Протагор говорит, это не моя точка зрения, а так думает большинство. Но Сократу все равно. Тебе, Протагор, следовательно, придется защищать эту точку зрения. Хочешь ты или нет. И Протагор оказывается снова предвыбором. Защищать позорную точку зрения. Или пойти за Сократом. Но Протагор не может пойти за Сократом. Поэтому он вынужден. И снова, Эв Булии он не обладает. Это очевидно. Ему уже который раз дается выбор. Но рассудить, какой из двух вариантов правильный, он не может. Сперва стал бы ломаться перед нами, ссылаясь на то, что вопрос к людям. Однако потом согласились и отвечали. Это первый раз, когда Протагор стыд, осознание. И за осознанием приходит действие. Он отказывается отвечать. Он говорит, нет, я больше не буду в этом участвовать. Он понял, что находится в позиции, которая не является выигрышной для него. И поэтому он пытается максимально быстро из диалога выйти. Так изволь, сказал я. Отвечать мне с самого начала. Полагаешь ли ты, что некоторые, хоть и творят неправду, все же не лишены здравого смысла? Пусть будет так. А обладать здравым смыслом, значит, по-твоему, хорошо соображать. Хорошо соображать – это та самая Эв Булия, которую Протагор учит. А хорошо соображать – это значит отдавать тебе отчет в том, что творишь неправду. Пусть будет так. С иными словами, можно совершать благо при помощи несправедливости. А бывает ли это в том случае, когда дела, утворяющие неправду, идут хорошо? Или когда идут тухно? Неправда, несправедливость. Когда хорошо. Считаешь ли ты, что существует благо? Считаю. А не то ли есть благо, что полезны людям? Клянусь Зевсом, сказал Протагор, я лично называю благо благом, даже если оно не полезно людям. Достаточно. Это первая и последняя клятва Протагора в диалоге. Это первая клятва после огромного количества клятв в диалоге Протагора и Сократа. Почему это важная вещь? Потому что Протагор должен признаться, что если он учит быть разумным и несправедливым одновременно, он учит плохому. То есть разумным в смысле достигающим блага. Можно достигать блага при помощи несправедливости. Это невозможное утверждение. Поэтому Протагор говорит, клянусь Зевсом, я лично называю благом то, что и не полезно людям. Иными словами, Протагор отходит от гедонистической точки зрения. Благо, может быть, не полезным. Мне показалось, что Протагор уже раздражен, взволнован и готовится к ответам. И изготовился. И изготовился к ответам, словно к бою. Все. Теперь Протагор признал, что они с Сократом родны, и это бой. Это больше не посиделки с младшим товарищем. Это настоящая битва. Когда я заметил такое его состояние, то с осторожностью тихо спрашиваю. И Сократ показывает нам, что Сократ, видя это, становится осторожным. Начинает осторожничать. О том же ты говоришь, Протагор, что никому из людей не полезно. Или о том, что вообще бесполезно. И подобные вещи ты называешь благом. Достаточно. Что противостоит пользе? Бесполезность. Да, отсутствие пользы, бесполезность. Соответственно, если нечто не является полезным, то оно является бесполезным. Если нечто не является полезным людям, то оно является бесполезным. Проблема в том, что пользе противостоит не бесполезность, а что? Нет. Вред, конечно. Поэтому, если что-то является неполезным для людей, значит, оно является каким? Вредным. И, следовательно, какой мы делаем вывод? Справедливость оказывается вредной. Почему? Потому что протокол только что нам сказал, что учит он тому, что мудрый поступок, который оказывается полезным, не всегда бывает справедливым. А потом вынужден был сказать, нет-нет-нет, под пользой я понимаю не пользу для людей, а пользу вообще. Поэтому справедливый поступок может оказаться вредным. Можно ли сказать, что полезный и бесполезный, а не пользу для людей, это скорее не противопоставление, а просто уход в нейтральную? Да, вполне себе. То есть, смотрите, в аристотелевской позиции было бы так, полезное, бесполезное, вредное. Но это аристотелевская позиция, перед нами диалектика, поэтому бесполезного не существует. Существует только полезное и вредное. Итак, полезно кому? Не чуть сказал протокол, но я знаю много таких вещей и кушанья, и напитков, и снадобий, и еще тысячу предметов, из которых одни бесполезны людям, другие полезны. А кое-что из того, что людям не полезно и не вредно, полезно лошадям. Другое полезно только быкам, третьим собакам, четвертым, и тем, и другим, зато полезны деревья. Протокол говорит, смотри, полезно, бесполезно и вредно. То есть, он учитывает все три точки зрения. Таким образом, он показывает, что справедливость может быть полезна одним и не полезна другим. И наоборот, не справедливость может быть полезна одним, например, сильным, а справедливость может быть полезна другим, например, слабым или большинством. Да и там одна и та же вещь для корней хороша, а для людей плоха. Как, например, навоз. Вот, и дальше протокол показывает нам, что прекрасное, о чем до этого говорил Сократ, помните, смотрите, это 332С, существует ли иная противоположность прекрасного, кроме безобразного, хорошего, кроме плохого и так далее, и так далее, и так далее, высокое, смотрите, красивое, хорошее, высокое Сократ объединяет. Потому что он говорит, нет, есть такие вещи, которые являются полезными, но уродливыми, например, навоз, что может быть хуже навоза, вы знаете, что такое навоз, я надеюсь, а он отвратителен, он даже пахнет дурно, но зато он максимально полезен. И опять же, максимально полезен не всем, если вы будете сыпать навоз на ветви дерева, лучше от этого дерева не станет, наоборот, но если вы будете сыпать его на корни, безобразная вещь окажется полезной. Это не отличается, но у Сократа. В смысле? Ну, он уродливый, но он уродливый. А, 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 а для кого он полезный-то? Для города. А, как, но он же не уродливый, не перед товарищем уже, не перед товарищем. Итак, что говорит протогор? Протогор говорит, что благо не является единым. Это нарушение теории идей полностью. Благо не едино. Не благо может быть благим, а может быть неблагим. Для всех растений, если обложить им корни, он хорош. А попробуем накидать его на побеги и молодые ростки. Отростки. Отростки. И он все погубит. Оливковое масло для всех растений вещь самая вредная. Для волосов животных оно величайший враг. А для волос человека, для всего тела оно целе. Напомню, пример с оливковым маслом, полная противоположность к примеру с навозом. Навоз отвратительный. Оливковое масло это даст богов. Это максимально прекрасная вещь. И в то же время это самая максимально прекрасная вещь. Если вы будете ей поливать свой цветочек, она его убьет. И волосы животных тоже не приемлют оливковое масло, в отличие от волос людей. Влага до такой степени разнообразна и многовидна, что и тут одна и та же вещь при наружном употреблении есть благ для человека, а при внутреннем величайшем зло. Потому-то все врачи и отговаривают больных от употребления оливкового масла в пищу разве только в самом малом количестве. Остановитесь, вам ничего этого не напоминает? Употребление в пищу. Кто говорил об употреблении чего-то в пищу? Сократ говорит Гиппократу, софисты как торговцы едой. Они продают непонятные вещи. Протоголь говорит, смотри, даже самая уродливая и самая прекрасная вещь могут оказаться благими. Но при определенных условиях. В частности, при приеме внутрь. Разве только в самом малом количестве. Какого довольна, чтобы заглушить неприятный для обоняния запах кушан и приправ? Да. Самая хорошая вещь может служить, может оказаться вредной, если она употребляется в большом количестве. Раз. И два. То, что действительно полезно, может нуждаться в том, чтобы быть сдобренным самой хорошей вещью. Я скажу, куда я вас отсылаю. Я отсылаю вас к Горгию, где Сократ говорит о софисте и философии, рассуждая следующим образом. Сравнивая их с продавцом конфет и врачом. Врач предлагает детям ужасное горькое лекарство. Продавец конфет предлагает сладкие конфеты. Если продавец конфет обвинит врача в том, что тот выдает детям горькие гадости, и, соответственно, врач должен быть за это наказан. Кому дети поверят? Конечно. Потому что они несмышленные и хотят сладкого. И наоборот, чтобы быть успешным, врачу нужно подсващать свои лекарства. То есть использовать искусство продавца конфет. В этом смысле философия и риторика должны использовать риторику. Точно так же, как оливковое масло, необходимое для перебивания запаха и вкуса еды, полезной. Точно так же риторика необходима для перебивания горького вкуса лекарства, которые выдает философ. Когда протокол это произнес, присутствующий за шумой? Как хорошо он говорит. А я сказала. Остановимся на этом. Когда протокол это произнес, присутствующие за шумели. Как он хорошо говорит. Почему? Потому что это первый, не короткий ответ, а первая длинная речь протокола. В коротком вопросе, коротком ответе он должен был следовать, вынужден был следовать за Сократом. Туда, куда Сократ его вел. Но как только протокол понял, что у него возникают проблемы, он прибегает к тому методу, который он хорошо знает. Длинная речь. И длинная речь впечатляет всех. Ну, всех, кроме Сократа, естественно. Если у вас нет вопросов, давайте мы пока на этом остановимся. А поэтому Сократ же сделает вид? Сделает вид, да. Да, да. Сейчас, сейчас, сейчас дойдем до этого. Причем вы же понимаете, что он сам говорит это товарищу. То есть, чтобы нам показать, что порой Сократ не вражает свои истинные чувства, а лишь прикидывается и притворяется, чтобы, естественно, достигнуть своей настоящей цели. Хорошо.